Вулька. Зона отдыха, что на улице Сальникова, знает, пожалуй, каждый житель. Одно из самых красивых и пригодных для прогулок мест превратилось в самую настоящую свалку. Классический мусор, банки, бутылки, пакеты, пачки от сигарет, окурки дополняют и вовсе нетрадиционные автомобильные шины. Акватория пруда утопает в нашей, так сказать, культурности. Кажется, даже водные жители хотят найти другое место для жизни. К плачевному состоянию этой территории бросили вызов активисты БРСМ Московского района города. Когда мы пришли, мы в целом-то были удивлены, потому что так тут грязно, так не убрано, так много мусора. Но когда увидели рядом сидящих людей, которые эту грязь и создают, то, в принципе, удивление пропало, потому что вот мы только убираем, а не тут же, тут опять наводят беспорядок. Попросили у Министерства по чрезвычайным ситуациям оборудование, попросили багры, попросили лодки. И с активистами в очередной раз, здесь у нас активисты Московского района, здесь активисты технического университета, вышли на субботник, на трудовую акцию по уборке нашего родного города Бреста. Конечно, после наведения чистоты этот сквер может претендовать, если не на статус еще одной визитной карточки города, так на благоустроенную, красивую и чистую зону отдыха. Для прогулок с детьми, свиданий, фотосессий, при условии, конечно, не делать вновь из аллеи городскую свалку. Очень часто я иду по городу и вижу, что молодежь мусорит очень сильно. И нужно молодежи научиться. Когда он начнет убирать мусор за чужим, а не за собой, он научится, я думаю. Городские субботники – дело хорошее и очень нужное. Во-первых, они объединяют, во-вторых, учат труду, а в-третьих, показывают реальную картину культуры поведения горожан. Донести фантик до ближайшей урны, либо использовать озеро как контейнер для мусора. Кажется, чего проще. А проще по традиции ругать коммунальщиков и дворников. Похоже, эти вопросы становятся риторическими. Продолжение следует...